В сегодняшнем видео я хочу с вами поговорить о массажах для похудения. В первую очередь поговорю о своем опыте LPG массажа, так как я только закончила серию из 10 массажей, у меня уже сложилось какое-то определенное впечатление. И в прошлом году я делала ручной массаж, поэтому у меня уже есть чем сравнить, поэтому я вам расскажу, что по моему опыту лучше, что хуже, кому что подойдет. И давайте перед тем, как я перейду непосредственно к обзору LPG массажа, я вам расскажу о своем впечатлении от массажа в целом. На самом деле я считаю, что массаж, если вы хотите похудеть, и особенно если у вас есть какие-то проблемные зоны, это самый лучший выбор из всех вообще вариантов, которые только доступны. По моему опыту лучше всего работает именно для похудения, это диета плюс массаж. Я считаю, что спорт это, наверное, самый худший вариант для того, чтобы именно похудеть, для того, чтобы скорректировать какие-то зоны, которые вам не нравятся. И я сейчас говорю не только о силовых тренировках, я в том числе и говорю о кардио тренировках. И самое главное, я не хочу, чтобы вы меня сейчас неправильно поняли. Понятное дело, что спорт это хорошо, да, спортом заниматься хорошо, но если вы не фанат спорта, если у вас спорт зачастую заканчивается порывом пойти в тренажерный зал и через месяц забросить, то лучше даже не начинайте, потому что скорее всего ничего хорошего из этого не получится, и вы в первую очередь не добьетесь той цели, которую вы перед собой ставите. Спорт, по моему опыту, опять-таки, я пробовала все варианты. Я пробовала и спортом заниматься, я пробовала и массажи, я пробовала и диеты, я пробовала, в принципе, все. И спорт, по моему впечатлению, очень классно действительно делает тонус, понятное дело, да, тонус мышц, тонус кожи тоже отлично подтягивает. И в первую очередь для меня спортзал всегда давал очень бешеную выносливость, то есть после того, как ты потренируешься и тренируешься уже какое-то время, ты намного меньше устаешь, у тебя намного больше энергии. Если есть какая-то проблемная зона, вот у меня лично никогда не получалось с помощью спорта скорректировать свои проблемные зоны. У меня появлялись мышцы, у меня появлялась выносливость, у меня появлялся рельеф, но именно объемы у меня никогда не уходили там, где я этого хотела. Вот там, где я этого не хотела, они могли как раз-таки уйти, но там, где я хотела, они стойко держались до последнего. Я часто слышу такое мнение, что массаж это вообще для ленивых, для тех, кто не хочет заниматься спортом, не хочет ходить в спортзал, но на самом деле вот реально, если посмотреть на вещи, очень мало людей готовы действительно на протяжении всей своей жизни ходить в спортзал и действительно правильно и качественно тренироваться. В основном действительно все идут, делают это неправильно, портят себе суставы, портят себе, я не знаю, здоровье в целом, потому что берутся с огромным азартом, хотя это делать не нужно. Ну и в общем-то все это заканчивается тем, что мы за месяц, за два не видим глобальных каких-то крутых результатов, и это все забрасывается дело. Поэтому если вы себе нарисовали какую-то картинку, что вот так в принципе все неплохо, но вот где-нибудь вот тут бочков бы немножко пару сантиметров убрать, тогда массаж для вас это отличный вариант. И массаж именно в комбинации с диетой, с правильным питанием, скорее даже и не с диетой, он 100% принесет вам очень классные результаты, которые вы увидите достаточно быстро и которые, конечно же, вас порадуют. Теперь что касается LPG массажа. LPG массаж я делала на протяжении всего мая, у меня было 10 сеансов, и в целом, если вы не знаете, что такое LPG, то это своего рода вакуумный такой вот роликовый массаж. Делается он таким вот прибором, скажем так, такой большой насадкой, с двумя железными в середине валиками, такими роликами, и вот в таком вот вакууме массажист елозит туда-сюда вашу кожу, и, соответственно, выполняется массаж. И в зависимости от того, какие настройки выбраны, это может быть либо очень сильный захват вашей кожи, либо такой вот очень лайтовый. Изначально, когда вы только начинаете, естественно, вам не будут на максимальных настройках делать, но чем ближе вы уже к концу, где-то к середине, уже начинают включать максимальные настройки, потому что ваша кожа уже привыкает, и, соответственно, вы больше увидите эффекта на максимальных настройках, нежели если вам совсем-совсем легонько будут это делать. Каждый сеанс массажа длится 45 минут, и он делится на три этапа, то есть каждую зону вам разделяют на три этапа. Первый этап это такие легкие, как защипы кожи, и это как подготовка, разогрев кожи, после этого включается основной режим, это стабильное такое засасывание кожи, и этот аппарат он как бы вашу кожу не выпускает, и массажист уже делает определенные движения, вот такого вот плана, и корректирует вашу фигуру там, где, собственно, это нужно. И самая финальная стадия, это такого рода как импульсные какие-то такие толчки, то есть после того, как основной массаж его выполнили, уже идет своеобразное расслабление кожи вот такими вот импульсными толчками. Что хочу сказать? Мой опыт конкретно с LPG, наверное, не настолько хороший, как с опыт с ручным массажем. Я по окончанию 10 массажей не увидела настолько огромную разницу, как я увидела, когда мне вручную массажист делал массажи. Перед тем, как идти на LPG, я сделала свои замеры, здесь они у меня на листочке написаны, и в принципе я здесь по замерам вообще практически разницы не вижу, то есть бедра у меня уменьшились всего лишь на полсантиметра, талия осталась такая же, в зоне именно бочков, они у меня, наверное, больше всего там уменьшились, это 2 сантиметра, ноги, опять-таки, остались абсолютно такими же, как и были, поэтому какой-то сильно большой разницы в плане объемов я не увидела. Что же касается проявления целлюлита, то здесь немножко лучше, естественно, стало, и я считаю, что LPG, наверное, вот он с этой проблемой в первую очередь хорошо борется, то есть он немножко приподнимает попу визуально, и тоже вот проявление целлюлита он способен немножко снизить, поэтому если у вас с объемами сильно больших проблем нет, и вы хотите просто избавиться от апельсиновой корки, то тогда, возможно, LPG вам хорошо подойдет. Если же вам нужно работать и с объемами, и с целлюлитом, тогда, наверное, лучше обратить внимание все-таки на ручной массаж. И я, кстати, когда пришла на LPG, мне массажист тоже спросил, чего я хочу добиться, и когда я ему все это рассказала, он сказал, почему вы не пошли на ручной массаж, что ручной массаж для меня бы сработал лучше. И если даже сам массажист LPG об этом говорит, то, наверное, все-таки это правда. Что же касается ручного массажа, то я вот здесь достала свою тетрадку прошлогоднюю, потому что я здесь сохранила абсолютно все. У меня, кстати, на канале есть целый плейлист с этапами моего похудения, там фото до и после есть. Там я все очень детально по неделям рассказываю, что происходило, что я ела, какие-то рецепты даже сделала. Но тем не менее, вот достала я свою тетрадку, и я вижу, что здесь разница огромная вообще. У меня самое большое это было на талии минус 9 сантиметров, потом на бедрах минус 8 сантиметров, и даже на руках по минус 2 сантиметра. То есть это огромная разница. И тогда, когда я делала ручной массаж, мне, конечно, намного больше нужно было сбросить, потому что сейчас моей целью было где-то около 3 килограмм помочь себе сбросить, то есть это опять-таки питание плюс массаж, я себе придумала, что я должна где-то около 3 килограмм сбросить. У меня не получилось достигнуть моей цели, то есть я сбросила где-то, наверное, половину этого. И я для себя однозначно сделала вывод, что в следующий раз я уже пойду опять на ручной массаж и не буду экспериментировать и пробовать какие-то другие виды массажа. Кстати, кому интересно и кто находится в Одессе, тому я могу оставить контакты своего массажиста, к кому я ходила, потому что я ее на 100% могу порекомендовать. С ней у меня единственные были действительно такие вот конкретно положительные результаты, которые я заметила, которые держались очень-очень долго. За тот год, который прошел, у меня регресс, в принципе, очень маленький. И то я в последние полгода очень сильно расслабилась, уже отошла от канонов вот этих вот правильного питания. Конечно, это моя проблема. Надо было все-таки придерживаться этого всего. Тогда наверняка бы я и дальше смогла очень четко держать свой вес, потому что вот первые полгода, даже чуть больше, после того, как я закончила массаж, у меня вес вообще практически не двигался. Полкилограмма плюс, полкилограмма минус. И вот так вот было все время. То есть он очень стабильно себя держал, но опять-таки это все было очень сильно связано тоже и с питанием. Этого массажиста, ее зовут Настя, я очень верю, она действительно помогает людям. У нее в Одессе с 17 и 18 июня будет проходить двухдневный тренинг о психологии питания. И она как раз-таки не из тех диетологов и не из тех людей, кто составляет диету, знаете, так, что сегодня съешь там 100 грамм парной курочки и также жменьку салата. Она всегда это делает очень доступным. Вы никогда не будете чувствовать голод на ее диете, но в то же время сантиметры уходят, объемы уменьшаются. В общем-то это какая-то для меня магия. Я уже все эти секреты, в принципе, ну большинство из них знаю, потому что я с ней работала в прошлом году. Если вы можете попасть на ее тренинг, обязательно попадите, потому что потом полученные знания вы можете пронести на протяжении всей своей жизни и поддерживать свой вес или наоборот контролировать его. То есть если вам нужно немножко сбросить, вы будете знать как. И если вам нужно будет закрепить свою цель, вы тоже будете знать, как это сделать. Поэтому если вы в Одессе, я вам очень рекомендую записаться к ней на тренинг, сходить на этот тренинг. Контакты я оставлю внизу. Если же вы не в Одессе, но вы тоже заинтересовались, то у нее 24 и 25, по-моему, будет проходить онлайн-тренинг. Поэтому где бы вы ни были, вы сможете тоже его посетить. Опять-таки все контакты внизу, спрашивайте напрямую у нее, потому что я здесь не очень сильно распоряжаюсь этой информацией. Но мне хочется ее поддержать, потому что за это время она уже не просто стала моим диетологом или массажистом, она стала моей подругой, я верю в нее. Она огромная молодец. Она действительно способна помочь, и с ней все абсолютно видят результат. И на этом видео я буду заканчивать. Если вы тоже делали какой-то тип массажа, обязательно напишите о нем в комментариях, напишите свои впечатления, что понравилось, что не понравилось. Потому что мне хочется, чтобы в комментариях тоже была какая-то полезная база, чтобы человек, который сюда пришел и посмотрел это видео, смог сделать выводы на основании не только моего мнения, но и также почитать комментарии живых людей, что пробовали, что работают, что нет. В общем-то не поленитесь, обязательно пишите свой опыт. Если вам это видео понравилось, конечно же, поставьте мне палец вверх, подпишитесь на мой канал. Если вы уже подписаны, то обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube всегда будет вас оповещать о выходе моих новых видео. Обязательно это сделайте, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова